Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хотелось бы поговорить о прекрасном растении, которое я снимала в течение года, в разных фазах его развития, от начала цветения и до урожая, и в зимний период. Речь пойдет о боярышнике. Вот так красиво он цветет, здесь он только начинает, вот бутончики распускаются, это в нашем лесу происходит. Празднично белые такие нарядные цветки, а это недалеко от филиала нашей поликлиники, уже вот какие, даже прошлогодние, вон ягоды краснеются на кустах, да, внутри цветки мелкие, по краям крупные, а диаметр цветков бывает до полутора сантиметра, они округлые, с пятью лепестками, у некоторых видов цветки бывают даже розовые или красные, но я только белые видела в нашей местности. Всего-то две недели цветет боярышник, но какое это эффектное и романтичное цветение в мае, где-то в начале июня, душистые такие ароматные цветы. Боярышник отличный медонос, столько много пчел всегда на его цветках, и цветы боярышника имеют даже более сильные лечебные качества, чем плоды, и их труднее собирать. Я много раз только плоды использовала, а про цветы даже только недавно узнала. Ну, их надо собирать, цветы, когда они только начинают, вот как на первом видео было в начале, только в бутончики собрались. Цветение и плодоношение у боярышника наступает через 8-10 лет, после посадки его. А в начале он не цветет и не плодоносит. Мне подруга одна дала. Деревице подарила одна подруга, когда у меня была дача. И боярышник был выше меня ростом. Я его еле-еле на тележке довезла до своей дачи, очень далеко было. Посадила. Не знаю, сколько лет он рос у подруги, но у меня он на следующий год дал 8 ягодок уже. Да крупных таких, отличных просто, сладкие были. Ой, с каждым годом все становилось больше и больше их становилось. А в детстве я очень много приносила из леса. Бабушка засыпала его сахаром на зиму. И зимой мы с удовольствием ели. А в нашем лесу, вот куда я сейчас хожу гулять, много кустов. Но почему-то он червивый. На него, оказывается, нападают бабочки, боярышники. Боярышницы. Да, в течение жизни мне чаще всего приходилось плоды боярышника раздавливать 8 штук на ночь и заливать кипятком в одном литре термоса. И за день это я все выпивала. Очень вкусно было. А листья какие у боярышника. Такие заостренные, яйцевидные, с зазубренными краями, блестящие, овальные, крупные такие. С обеих сторон опушенные, летом темно-зеленые, а осенью какие красивые, красные. Некоторые боярышники окрашатся листьями оранжевые, золотистые, ну или пурпуровые, красные цвета. Очень украшают они своей накрашенной листвой. Ну а потом, конечно, опадают они же лиственные кусты, а некоторые боярышники деревья. Вот такие маленькие зеленые яблочки вместо цветков уже висят и уже начали розоветь. Именно так яблочками называют плоды боярышников. Круплопнотные для сорта принято вообще называть райскими яблочками. Они бывают грушевидными, шаровидными, вытянутыми или псовидными до 1 см длиной. Внешне они напоминают плоды шиповника. Некоторые люди даже и путают их. Цвет у плодов красный, коричнево-красный, оранжевый, бывает даже и черного цвета. Мне приходилось видеть только красного цвета. У нас растет боярышник обыкновенный. Ну и постепенно зеленые плоды, как я уже сказала, начинают спеть. И уже вот они сначала розовые, разные сроки созревания у них, а теперь вот красные, прям ярко-красные. Да, и постепенно они будут становиться все спелее и спелее и заметнее просматриваться среди деревьев. А вот уже и листва начала меняться. Посмотрите, некоторые желтые, некоторые красные. И все темнее и темнее эти плоды. И вот уже с конца августа и до самого октября люди их собирают, сушат, а потом употребляют в виде чаев, настоек, компотов и других. В сухом виде плоды могут храниться до 8 лет, даже сохраняя свои полезные свойства. Два месяца они украшают дерево. Очень их люблю есть свежими и размороженными за ночь. Такие вкусные. А еще компот свергаю вместе. Просто обожаю. В переводе с латинского боярышник означает крепкий. Действительно, древесина у него очень прочная. Дерево долговечное. Может дожить даже до 400 лет дерево. Стойкое к неблагоприятным условиям. И зима засухоустойчивая и нетребовательная к почве. Защищает себя большими шипами, колючками. Бывают до половины сантиметра. У некоторых видов даже больше сантиметров шипы. Да, такие крепкие эти колючки, прочные, что могут вообще пробить почти любую обувь. А в старину их использовали вместо гвоздей. Вот это те кусты. Я уже показывала возле филиала нашей поликлиники. А теперь они в зимнее время. И вот я хочу показать вам тот боярышник, который мне приятельница подарила. Со своих четырех деревьев. Она собирает очень много килограмм. Жаль, что мне не удалось заснять это все. Она мне просто привезла уже готовый. Да, у нее такой садовый. Очень высокие деревья я позже видела. И вот во время перебирания я дальше продолжу свой рассказ об этом боярышнике. Да, в старину использовался боярышник. Давно-давно еще. Вместо гвоздей, как я сказала, эти шипы использовались в Европе. Даже его называют просто колючкой. Поэтому собирать лучше во избежание порезов. Особенно на своем участке можно по-другому. Не рвать их. А подосла под дерево пленку или какую-либо ткань. И ягодки сами упадут с дерева, когда созреют. И тогда можно из них делать и начинку для пирогов, и вареники, селисяки, желе, делаю чаи. Есть деревья большие, которые дают до 75 килограмм. Даже с одного дерева можно. Со времен Петра I из-за боярышника, из-за его целебных ствой, стали выращивать в созданных по его приказу аптековских садах. Крестьяне были обязаны собирать плоды боярышника в качестве повинности. А в годы Великой Отечественной войны плоды боярышника использовались в качестве заменителя дефицитных сердечных препаратов. Целебные свойства его описаны еще в древнейших трактатах древнегреческого военного врача Диаскорида. Прекрасное очень декоративное растение боярышника семейства розовые. Куст средних размеров до 3 метров высоты, а иногда даже бывают деревья с одним стволом до 12 метров высоты. Да, крона у боярышника такая размашистая, если кто видел, вспомните сейчас, да, очень густая. Боярышник обитал на земле еще в меловой период Мезозойской эры вместе с магнолиями, лаврами, платанами и тюльпанным деревом. Сотни лет назад многие народы вешали ветку боярышника возле дверей, чтобы в дом не зашли злые духи. Русское название боярышника возводится к слову боярин. В словаре далее так написано. Славяне придумывали слово, ведь изменил слова барыня и боярин. Барыня – жена или дочь боярина. Цвет ягод пурпурный, как одежда бояр. Это был отличительный признак принадлежности к данному сословию. Диалектное его название – боярка, барыня. Мы в детстве так и говорили, пойдем за барыней в лес. Глот, глудина, глок, талано, майский кустарник, петушиная шпора из-за колючек. И также ястребиные когти его называют или сердечная ягода. Да, сколько в этом растении полезно все. И цветы, и плоды. Корни используют в народной медицине. Из коры получают коричневую, красную и желтую краски для тканей. Применяют при аллергических заболеваниях. Из листьев делают настойки. Из древесины изготавливают различные предметы домашнего обихода. Ну и, конечно, колючки, которые находятся. Косточки, которые находятся внутри, бывают от одной до пяти штук, жарят и употребляют, как сурокат, кофе. Ну, конечно, больше всего мы знаем плоды. Да, применяют его. Ой, при каких только болезнях не применяют. Для крепления сердца, сосудового мозга, гипертонии, успокоительные средства. Да, улучшает сон, снижает уровень холестерина. При расстройстве желудка потребляют. Полезен людям с сахарным диабетом. Ну, это кладезь просто витаминов. Для иммунитета очень хорошие. По содержанию витамина С занимает первое место даже среди всех фруктов и ягод, которые растут в средней полосе России. Вот у нас, например. Но только аллергикам его и гипотоникам нельзя. Очень много легенд существует о боярышнике. Вот я могу несколько рассказать. Например, на Руси когда-то славилась своими добрыми делами барыня. Она всем помогала, кому советом, кого лечила. Барыня состарилась, но умирать ей не хотелось. Она хотела и дальше быть полезной людям, которые ее любили. Пошли тогда люди колдунье с поклоном. И та превратила барыню в красивый кустарник. И назвали его в честь доброй барыни. Боярышник. В простонародье называют барыней. И дела доброй барыни таким образом продолжаются. Излечивая многие болезни человека. Вот так вот. По второй легенде. Однажды птичка-пеночка спряталась в кустах боярышника от ястреба. Когда ястреб за ней кинулся в кусты, укрыли птичку. И ястреб не смог достать. И с тех пор в кустарниках боярышника всегда селятся маленькие птички. Он для них является оберегом, как и для многих славянских народов. Много еще легенд и стихотворения боярышники. Вот так как мне дали много, мне пришлось отправить в заморозку. Естественно, я перебрала, убрала, что не нужны. Листики, веточки разные. Помыла, разложила в коробке из-под конфет, подносы. Просушила за ночь и отправила в пакеты и морозилку. А зимой по мере необходимости буду доставать и в паре с сиркой варить компот. И за ночь они у меня размораживаются. На следующий день я кушаю. Да, большое вам спасибо за просмотр. Отгадайте, пожалуйста, теперь мою загадку очередную, нетрудную. Ягодку снять осторожно, потом только съесть ее можно. Что не пускает вас к ней? Вы отгадайте скорее. Что это такое? Напишите, пожалуйста, в своих комментариях. Очень благодарны вам за просмотр.